Это не просто пшеничное поле. Это, можно сказать, пшеница-рекордсмен. Пока в среднем по краю собирают 25 центнеров с гектаров, на Новоалександровском округе дают все 60. Деньки стоят горячие, работы много, но даже эта загруженность не мешает тем, кто задействован в уборке, выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это то самое время, когда на счету буквально каждый час. Комбайны выходят на поля с рассветом, уборка продолжается погодлиться световой день. Но в знойный полдень можно немного передохнуть. Аграрии покидают свои машины и отправляются на обед. Но сначала на избирательный участок. Его обустроили прямо в поле, чтобы дружникам было максимально удобно. Важно, конечно. Важно для нас и для будущего нашего поколения. Гражданский долг каждого. То есть это наш выбор, мы его сами делаем. Наш никто не заставляет, никто не принуждает. Голосование по поправкам в Конституцию особенное. Закон позволяет устраивать специальные участки для групп избирателей. Благодаря этому члены избиркома могут выезжать во дворы многоэтажек или в поле, где идет уборка. Такой возможностью воспользовались 15 территорий, где работа сейчас в самом разгаре. Всего по краю организовали 117 таких полевых участков. Приезжают наши коллеги из участковых комиссий в поле. Это вся процедура предусмотрена порядком. Выдаются средства индивидуальной защиты, антицептические средства. Все должно быть именно в четком соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Человек получает бюллетень и голосует без отрыва от своей работы. Работу этого участка проверил губернатор Владимир Владимиров. Он поприветствовал аграриев, пожелал успешной уборки и поблагодарил за ответственную гражданскую позицию. Люди, которые работают на земле, они всегда очень ответственно к земле своей относятся. И всегда мы голосование более ответственно проводили, всегда ответственно вообще относились к своему слову. Поэтому я сегодня даже не знаю, у нас нет ни одного прецедента, чтобы люди сказали, нет, не надо ни к нам приезжать. Все люди, которые сегодня изъявили желание, все, у кого мы спросили, все уже обеспечены по графику таким голосованием. Каждый из водителей и комбайнеров, что уделил несколько минут голосованию, сделал свой вклад в будущее страны. Время возвращаться к работе, чтобы сделать вклад в продовольственный запас Ставрополья. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.